Десктопные видеокарты Intel вышли год назад, и мы решили, что пришло время вам о них рассказать. Вот эту базовую 6-гиговую А380 я купил достаточно давно и ждал, пока настоятся драйвера. Сегодня мы сравним ее с видеокартой Intel, о которой вы, наверное, даже и не слышали. Мобильный арк темной лошадки, ноутбуков с ними мало, обзоров еще меньше. А380 мы сравним с 8-гиговой А550М. Сможет ли мобильная карта Intel соперничать с базовой дискреткой? С какими проблемами вы можете столкнуться? Почему видеокарта Intel может не заработать на вашей материнской плате? Как они тянут игры и рабочие задачи? Что по трассировке? В общем, тестируем китайско-интеловский ноутбук с А550М и бюджетную А380. Поехали! И для начала, что это вообще за карта? Мобильная А550М имеет 16 вычислительных блоков XE, 16 блоков трассировки лучей и 8 гигабайт видеопамяти стандарта GDDR6X на 128-битной шине. В иерархии карт ARK она находится ровно между десктопной А380 и А580, но при этом теплопакет мобильной карты всего 60 ватт, что меньше, чем даже у А380 с 75 ваттами. Сравним эти карты между собой, проверим, что победит больше вычислительных ядер или более жирный теплопакет. Помогать А550М будет мощный мобильный i7-12700H, 6 больших ядер, 8 малых, частота под 4,5 ГГц, разумеется, на бумаге. На деле процессор в тонком корпусе ноутбука зажат в 45-ваттный теплопакет. В Cinebench R23 он набирает лишь 11 тысяч баллов. У нас есть чем сравнить. На китайской плате-мутанте стоял точно такой же процессор, но теплопакет там был вдвое выше. Мобильный камушек там тоже грелся под сотню градусов, но в Cinebench он был быстрее на 40%, а в играх держал частоту выше 4 ГГц. Но забегая вперед, в ноутбуке слабым местом 14-ядерный i7 не стал, хотя и работал в играх в лучшем случае на 3,5 ГГц. Упор абсолютно всегда был в видеокарту. Также в системе есть 16 ГБ стоковый DDR5-4800, тайминги, разумеется, никто не оптимизировал, так что получается 60 ГБ в секунду при задержке под 100 нс. Опять же, для ноутбука это совсем не критично. SSD тут на 1 ТБ, при этом достаточно быстрый от Crucial на PCI-Express 4.0. Напомню, картам ARC больше года. За это время вышло с десяток новых драйверов, но до сих пор детских болезней вагон и маленькая тележка. После установки 11 винды, которая в комплект не входила, мы столкнулись с некоторыми поправимыми багами, типа игры «Поймай меню пуск» или «Внезапной ловушкой для эпилептиков» в некоторых играх после включения записи в центре управления графикой Intel, где, кстати, нет шорткатов для этой самой записи экрана. MSI AutoBurner не позволяет работать с ARC, а встроенный мониторинг в контрол-центре Intel вызывает ярость. Мало того, что он не всегда сохраняет настройки, так еще и не может правильно показать нагрузку на процессор. Так что пришлось колхозить два мониторинга вместе, но на производительность это никак не сказалось. Такие проблемы можно было бы простить на старте, но прошло достаточно времени, чтобы все поправить. В какой-то момент пришлось даже перейти на бета-драйвер, на стабильном отказывался запускаться киберпанк, хотя буквально одну перезагрузку назад он работал без проблем. И такие проблемы присущи не только мобильным ARC. Вот эта дискретная A380 не захотела работать на моем ПК с чипсетом Z390, хотя BIOS свежий, обновленный и включена поддержка Rebar. Да, конкретная материнская плата не поддерживает видеокарту. В итоге пришлось завести ПК на моей основной карте, потом переткнуть монитор в ARC, но система все равно через некоторое время намертво зависла. Я снимал об этом и рассказывал в нашем Телеграм. И такая проблема не только у меня. Многие пользователи в отзывах жалуются, что карты ARC не удается завести на далеко не самых старых компьютерах. Но ладно, на китайской плате с B760 чипсетом и четырехъядерным i3-12100 A380 заработало с полпинка. Начнем сравнение двух карточек Intel с рабочей синтетики. Blender. Сцена Classroom. Ускорение при помощи GPU подключено. И в отличие от предыдущего компьютера с Radeon RX 6600M, тут он отлично работает. Видеокарта действительно ускоряет рендер. В итоге A550M оказалась на 20% быстрее. Большое количество вычислительных блоков оказалось важнее более высокой частоты у десктопной A380. А вот в 3DMark Time Spy обе карты идут ноздря в ноздрю. Около 4500 графических баллов. Это уровень до сих пор популярный RX 580. Но нужно помнить, что виртуальные попугаи не всегда хорошо соотносятся с реальной производительностью в играх. Поэтому переходим к тестам в популярных игровых проектах. Начнем с культовой пошаговой стратегии. Цивилизация 6. Эта игра была портирована даже на смартфоны, серьезной графики не имеет, поэтому оба арка справились с ней без проблем. Мобильная A550M выдала на ультра настройках графики в среднем 65 кадров в секунду, а A380 уже 70. Результат достаточно интересный. Хорошо видно, что десктопная карта упиралась в лимит по частоте 2450 МГц и потребляла при этом около 50 Вт. А вот мобильная графика, как это обычно бывает, ограничилась уже теплопакетом в 55 Вт, поэтому бустит гораздо слабее, в среднем до 1150 МГц. Поэтому вдвое большее количество вычислительных блоков компенсировались вдвое более низкой частотой. Но в любом случае результат абсолютно играбельный. Forza Horizon 5 с высокими настройками графики и включенным на качество фирменным апскейлом Intel XeSS выдала средний FPS по бенчмарку на обоих видеокартах 60-63 кадра. Никаких проблем и фризов нет. Опять же видим упор в TGP на мобильной карте, которая не позволяет ей раскрыться полностью, она бустит только до 1300-1350 МГц против почти 2,5 ГГц у десктопной А380. Но в любом случае играть максимально комфортно, снижать настройки графики не нужно. Переходим к шутерам. Far Cry 6. И здесь снова между карточками практически паритет. Высокие настройки графики, средние FPS и там, и там будет около 50 кадров. Да, снова высокая частота победила количество вычислительных блоков. Если хочется больше плавности, можно откатиться до средней графики, в таком случае 60 FPS на счетчике будет чаще. Cyberpunk. Кто победит тут? Частота или вычислительные блоки? В лидерах десктопная А380, но разница буквально в пару кадров. Поиграть можно на высоких настройках графики с умным сглаживанием XeSS на качестве, FPS будет около 40. Но имеет смысл откатиться на средние настройки, в таком случае кадры подрастут ближе к 50 и играть будет комфортней. Даже при езде по городу, что очень сильно нагружает и видеокарту, и процессор, у связки i7-12700H и A550M никаких проблем не будет. FPS за 40 без всяких фризов и артефактов. И еще парочка игр уже только на мобильном ARK. Радуга 6, онлайн-шутер от Ubisoft для тех, кому надоел Counter-Strike. Высокие настройки графики, Full HD разрешение и 144-герцовый монитор ноутбука тут уже пригодился. В среднем 110 кадров в секунду. Перейдем к танковому онлайну. И здесь ожидаемо все отлично. Картошка идет на чем угодно. И A550M играюще справляется с танками на всех ультра-настройках графики, выдавая в среднем больше 60 FPS. За отводом тепла и шумом ноутбука следил инженер Феликс. Он считает, что выдув теплого воздуха в норме, а шум вентиляторов не мешает спать. В общем, с киберспортом у A550M проблем не будет. На шумевший отечественный советский Биошок с бунтовавшимися роботами работает без проблем. В атомном сердце, на средних настройках графики, в красивой локации в начале игры, порядка 50-60 кадров, без каких-либо фризов или проблем с графикой. Даже использовать масштабирование нет никакого смысла. С многострадальным полем битвы 2042 тоже проблем не было. Да, минуту были под фризы, пока подгружались все текстуры и проходила компиляция шейдеров. Но даже на средних настройках графики играть было комфортно. 40-50 кадров, без статоров и артефактов. И под конец Doom. Так как A550M поддерживает трассировку лучей, лучше всего проверить это в аду. Так как и сама игра достаточно нетребовательна, и RTX ON сделан в ней хорошо, с минимальным штрафом к производительности. В Full HD с высокими настройками и включенной трассировкой FPS в бою порядка 40-50 кадров, без фризов и артефактов. При желании можно включить режим подтягивания FPS к 60. Играть станет еще приятней, а качество картинки просядет минимально. Дополнительно бустануть производительность мобильной видеокарты ARK нельзя. В контрол-центре Intel'а вкладка «Производительность» доступна только на десктопных карточках, а MSI AutoBurner A550M вообще не знает. Поэтому увеличить FPS не получится никак. А жаль, лишние пару десятков ватт позволили бы карте бустить ближе к 2 ГГц. Система охлаждения ноутбука с повышенной нагрузкой, скорее всего, смогла бы справиться. И пару слов о самом ноутбуке. Хотя он и называется MyBenBen P527, на самом деле это Intel NUC X15 2023 года. Если свои мини-пк NUC Intel продает самостоятельно, то собственные ноутбуки она лишь позволяет лицензировать и клеить свой шильдик другим производителям, в данном случае китайской компании MyBenBen. Так что это вполне себе официальный продукт от Intel. И в целом он неплох. Отличный матовый 144 Гц Full HD IPS дисплей с яркостью в 300 нит. Крышка хорошо открывается одной рукой. Ноутбук сбитый и крепкий, алюминий придает ему жесткость. Нижняя крышка пластиковая. Есть отверстие под пару динамиков с громким звуком. И решетка вентиляции. Набор портов неплохой. Тут три USB 3.0. Есть проводной Ethernet, HDMI и даже полноценный USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. То есть можно подключать и внешние видеокарты, и мониторы. Но блок питания все равно проприетарный на 180 Ватт. Хотя уже есть стандарты USB-C, которые позволяют передавать 240. Клавиатура имеет RGB подсветку и русскую гравировку. Но вот по количеству клавиш ее здорово урезали. От того, что кнопки большие, нету цифрового блока клавиш. Тачпад хорош, большой, гладкий и поддерживает жесты. Так что работать без мышки удобно. Что внутри? Заменить можно все. Здесь два слота мобильной DDR5. Так что можно поставить и 64 ГБ памяти. В одном разъеме SSD уже стоит терабайтный Crucial. Есть еще один свободный слот. Система охлаждения выполнена стандартно для недорогих игровых ноутбуков. Пара достаточно громких вертушек. Две теплотрубки на процессор, три на GPU и одна на видеопамяти чипсет. Они проложены так, что достаточно сильно греется зона WASD на клавиатуре. Не обжигает, но в долгих баталиях будет тепло. В целом, со своей задачей охлад справляется, видеокарта греется около 80 градусов и процессор под 90, что для тонкого игрового ноутбука вполне стандартные показатели. Также можно отметить большой аккумулятор на 63 ватта, рядом с которым расположились стереодинамики. Звучат они неплохо. Басов, разумеется, маловато, но для фильмов и роликов с YouTube хватит без проблем. Вопросов к конкретному ноутбуку за около 60 тысяч рублей, который он стоит, в целом нет. Неплохая быстрая машинка с хорошим 144-герцовым дисплеем, 14-ядерным Core i7 и 16 гигабайтами DDR5. Фактически, это платформа от самой компании Intel. Но у графики Arc еще очень много детских болезней. Да, если просто запускать игры, то со свежими драйверами проблем не будет. Большинство проектов уже работает в меру возможностей мобильной карты A550M, которая в среднем выступает на уровне A380. А это, в свою очередь, уровень GTX 1650 или RX 570. И даже рабочие задачи ей по зубам. Удивительно, но карта действительно работает в Blender, в отличие от решений красных. В целом, если вы найдете такой ноутбук с хорошей скидкой, он, внимание, стоит. Кстати, на официальном русском сайте неверно указана частота ОЗУ. Там пишут DDR5-5600, но мы знаем, что это стоковая DDR5-4800. Ссылочка будет в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Все ссылочки в описании. Пока.